Добрый день, уважаемые друзья! Рад вас всех приветствовать на сегодняшнем вебинаре «Искусственный интеллект в финансах. Опыт Евразии». Меня зовут Анатолий Валетов, я руководитель фонда «Московский инновационный кластер». Я сделаю сейчас такое небольшое интро, чему будет посвящен сегодняшний вебинар. Он, по сути, будет являться частью из серии вебинаров Всемирного альянса международных финансовых центров, Всемирного экономического форума и NVIDIA, и также организованного при участии центра 4-й промышленной революции в России и Казахстане. Сегодня мы обсудим такие темы, как использование и решений в финансах, экосистемы и вопросы регулирования и финансов в регионе, а также значение инфраструктуры и вычислительных ресурсов. Небольшие вводные дам по теме, где-то может быть немножко статистики, что по данным IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide, российский рынок искусственного интеллекта в 2020 году достиг 291 миллион долларов. Финансовый сектор внедряет искусственный интеллект или алгоритмы для анализа и расследования мошенничества, автоматизированного анализа и предотвращения угроз. Дальнейшие тезисы, такие как активнее всего финансовая отрасль вкладывала в создание цифровых помощников, компании применяли возможности и в процессах обслуживания клиентов, и для автоматизации внутренних и внешних рутинных операций. Также это такие направления, как расходы на решения с применением искусственного интеллекта в коммерческих и государственных организациях, где наблюдался рост на более чем 22% по отношению к 2019 году. По оценкам, опять же, того же IDC, расходы на решения в области искусственного интеллекта продолжат демонстрировать средний годовой рост на уровне 18,5% до 2024 года. И ожидается, что уже в 2023 году рынок разного рода решений в рамках искусственного интеллекта преодолеет отметку 500 миллионов долларов. Такие несколько тезисов. Еще раз рад всех приветствовать на сегодняшнем ребинаре. И передаю слово модератору на сегодняшнем мероприятии, Алексею Сидорюку, директору по развитию некоммерческой организации «Цифровая экономика». Алексей. Да, коллеги, добрый день. Рад всех приветствовать на мероприятии. Хочу сказать, что месяц назад мы стали... На нашей площадке был открыт Центр 4-й промышленной революции в России. И мы с надеждой смотрим на то, что сможем выстроить эффективное взаимодействие с международными центрами по поездке искусственного интеллекта, интернета, вещей, регулирования данных и многим другим вопросам, без которых невозможна цифровая экономика сегодня. Вот. Сегодня в нашей дискуссии присутствуют два ключевых центра. Это Центр России и Центр Казахстана, а также привлеченные спикеры. В этом плане я бы хотел начать с приветственных речей организаторов данной встречи. Предлагаю переключиться к ним, а потом перейдем непосредственно в дискуссии. Всем привет! Использующий концепция надежного искусственного интеллекта очень важна, если мы хотим выполнять регулированные требования. Применение и означает использование полностью всего потенциала, но при этом игра по равным правилам для всех игроков. Исследование сейчас проходит очень активно в этой теме, и мы хотим использовать максимально надежный искусственный интеллект и использовать новые технологии в самых разных секторах, связанных с финансами. NVIDIA активно поддерживает развитие надежных, объясняемых решений для искусственного интеллекта и умных алгоритмов. Мы будем вашим партнером на вашем пути по применению искусственного интеллекта. Мы работаем с самыми разными странами и с самыми разными секторами технологий. То есть вы можете запланировать что-то, а мы поможем на вашем пути применить решения искусственного интеллекта. Я хотел бы благодарить Всемирно-экономический форум, Международный альянс международных финансовых центров и Российский центр 4-й промышленной революции за организацию этого интересного вебинара и за возможность украшать в его работе. Я с нетерпением жду выступлений всех спикеров и дискуссий. Спасибо. Добрый день, добрый вечер. Приветствую вас на этом четвертом вебинаре из нашей серии глобальных вебинаров, посвященных искусственному интеллекту в финансовых услугах. Я отвечаю за международный альянс международных финансовых институтов во Всемирно-экономическом форуме. Мы поддерживаем партнерства и новые проекты, новые инициативы, связанные с тем, что искусственные интеллекты в компании. Сотрудничество с разными игроками очень важно для нас. Я хочу поблагодарить коллег в Центре 4-й промышленной революции в России за поддержку в этом вебинаре. Мы начали работать в этой теме в 2018 году, когда мы опубликовали первый отчет. Мы поговорили о пользовательских кейсах по применению и финансовых секторе, и также говорили о рисках. Кроме того, мы работаем по самым разным пользовательским кейсам в финансах, например, распространение лица, чат-боты про здравоохранение, производство, энергетика, климат и т.д. И замечательно, что с нами здесь присутствуют самые передовые эксперты, наступающие в этой теме. Банки и финансовые институты в России, такие как Банк, ФТБ и другие банки, активно используют, например, кредитные анализы, в определении спроса на банковские услуги. Мы считаем, что самые крупнейшие организации должны продолжить использовать решение искусственного интеллекта, но обеспечивать митигацию всех возможных связанных рисков. Мы должны понимать о таких проблемах, как необъективность при оценке кредитного рынка, в случае необъективного выбора. Я надеюсь, что у вас будет эффективная дискуссия, и вы также многое новое узнаете. Спасибо большое. Добрый день. Меня зовут Йохан Бидерман, и я представляю Сибирьный альянс международных финансов. Наша организация как раз и объединяет 21 международный финансовый центр по всему миру на разных континентах. Мы работаем как с государственными, так и с частными компаниями. Москва и Казахстан – два крупнейших центра, которые являются нашими основателями. Мы обмениваемся лучшими практиками. Мы много говорим о значении финансовых центров для продвижения справедливой экономики. В пятый раз мы встречаемся на данном вебинаре. Про Банзвук. Так, продолжаем. И влияет на очень многие отрасли, особенно на финансовые отрасли. Все больше и больше сфер в тех, где можно использовать и, например, в оценке естественного языка. Но в связи с ИИ есть и много конкретных вызовов. Мы сегодня будем говорить о будущем использовании ИИ в финансовых услугах. И ИИ есть огромный потенциал для того, чтобы приобрести в мире отрасли. Я с нетерпением буду ждать ваших докладов. Я хочу больше узнать о том, что происходит в России и в странах СНГ в сфере применения ИИ. Я желаю вам всем продуктивного вебинара. Большое спасибо. Мы услышали от организаторов, что тема искусственного интеллекта, она кросс-национальная, она уже выходит за пределы одного государства, встают проблемы этического характера. И нам кажется, что мы двигаемся в русле с мировым сообществом в этом плане, подписываем национальный кодекс этики, и обсуждаем его на уровне ЮНЕСКО. Мы видим, что искусственный интеллект в финтехе, он развивается очень бурно, и по недавнему исследованию Stanford AI он занимает второе место в мире, поэтому эта сфера очень динамичная, сейчас развивается. И в сегодняшней дискуссии нам бы хотелось затронуть темы лучших практик внедрения в отрасли, возможно, каких-то барьеров для внедрения на сегодняшний день трендов 2022 года, а также обсудить какие-то сложные вопросы, обменявшись мнениями между российским центром и казахстанским центром. Хотим начать с ключевых спикеров. Первое слово предоставляется Павлу Коктышеву, генеральному директору технического хаба Международного финансового центра «Астана». Павла, расскажите, пожалуйста, как в Казахстане сейчас выглядит внедрение искусственного интеллекта в финтехе, какие вы видите особенности, что характерно для вашего рынка? Спасибо большое. Очень рад выступать на такой представительной площадке, тем более, что сравнительно недавно TechHub реализовал большое исследование по финтеху в Казахстане. Мы трансформировались как раз таки из финтеххаба в TechHub в июле этого месяца. TechHub – это дочерняя компания Международного финансового центра «Астана», и изначально в мандате финансового центра развитие финтех и инноваций закладывалось в крестиционный закон. И если финтех – это было очень логичное начало развития экосистемы финансового центра, на волне в целом глобального взлетка, то технологии сегодня – это уже кросс-роудс, которые позволяют объединять нетипичные новые ниши, как раз таки, где AI, на мой взгляд, будет наиболее процветать. Но позвольте мне начать с общих каких-то вводных, чтобы понять, что сегодня из себя представляет экономика цифровая, в том числе экономика Казахстана. Глобальный рост ВВП у Казахстана стабильно находится в горизонте 4%, за исключением прошлого года провала за счет пандемии до минус 2,6%. То есть проекция на последующие годы, она такая же стабильная, по данным АМФ, в районе 4,2%, это будет средний рост. То есть экономика растет. В части ВВП на душу населения мы находимся в таких приличных середнячках, то есть на 50-м месте глобально по GDP per capita, то есть ВВП на душу населения и по номинальному ВВП на 59-м месте. С точки зрения, допустим, только в этом году мы попали в Global Fintech Index, который проводит Fintexable, мы как страна со своей системой на 66-м месте, что, на наш взгляд, неплохой показатель. То есть в динамике мы увидим именно оценку именно Fintech чуть попозже, но вот сегодня просто констатация факта 66-е место. С точки зрения, скажем так, cashless экономики, то тут, конечно же, был нетипичный взрывной рост в последние несколько лет. Например, на сегодня в среднем 4,7 карты приходится на граждан Казахстана свыше 16 лет. То есть это очень такой интересный показатель. 58 кредитных карт на 100 граждан. Рынок электронной коммерции – 116% роста. 220% роста – non-cash payment, то есть онлайн, по сути, платежей только за первую половину 2021 года. То есть сегодня практически, если переводы – это очень базовая история, пользовательская, то, допустим, полноценно онлайн-банкингом пользуются 66% наших граждан. Если говорить откуда, то есть корни этих больших цифр роста, то есть исторический финансовый банковский сектор в Казахстане был развит. Из традиционных банков, которые очень сильно пересобрались в последнее время, во многом выросли новые проекты. Это и спин-оффы некоторых банков, это и работа команд, так или иначе работающих в банках. Сегодня команды IT-сопровождения, которые работали с банковским сектором – это команды с уникальным опытом по высоконагруженным системам. И, соответственно, элементы, инструменты искусственного интеллекта сегодня внедряются в первую очередь в этом сегменте. Если говорить, ну, электронная коммерция, здесь ничего необычного, да, то есть пандемия и люди находились по домам, то, ну, вот сегодня при условных минус 20 градусах на улице уж точно это хороший подспорь для развития электронной коммерции. Если говорить за регуляторику, то у нас она очень сбалансирована и представлена двумя крупными регуляторами. Это регулятор самостоятельно на базе Международного финансового центра и Нацбанк. Если, ну, Нацбанк традиционно, да, то есть во всех странах занимается вопросами обменного курса инфляции, да, и здоровьем крупных системообразующих банков, а на все остальное очень часто не находится время, то вот в парадигме Change в Казахстане появился Международный финансовый центр как концепция в 2015 году, как конституционный закон в 2015 году, так и уже полноценная действующая инфраструктура уже в 2017-2018 годах. То есть сегодня это и реализованные подходы к крипто тематике, цифровые активы сегодня имеют свою регуляторику, краудфандинг и частные размещения, удаленная идентификация, блокчейн и включая майнинг, да. Казахстан сегодня борется за одни из лидерских позиций, ну, то есть совокупно с общими представлениями и налоговыми стимулированиями они сегодня провоцируют бурный рост, в том числе финтеха. Свыше 120 компаний сегодня, стартапов представлены в порядка 20 акселераторах и организациях, то есть ниши представлены, ну, и это компании на стадии роста, то есть 40% из них growth stage, представлены payments, software solution для банков и, ну, для сопровождения enterprise решений по сбережениям и персональным инвестициям очень большая пропорция. Ну, и то есть это все те ниши ресурсоемки и работа с большими данными, что неименуемо тянет за собой спрос на решения в сфере AI. С точки зрения доступности разработчиков мы вообще входим в пятерку стран о доступности качественного персонала за небольшие деньги. Средний возраст компаний, порядка 44% из нас названного количества, это от одного до трех лет, то есть это компании, которые сразу заходят от Born Global, Born Mobile, Born Cloud, то есть сразу рожденные, да, в инфраструктуре облака, в инфраструктуре мобильных решений, то есть это компании, использующие новые технологии. Ну, и опять же, специфика сильного исторически банкика позволяет, и вот сегодня у нас мы рады, что подключились представители и банковского сектора, позволяет нам, вот 21% компаний на рынке работают в B2B сегменте, в том числе в enterprise сегменте с нашими банками, большая часть из которых проводят решения. Поэтому это краткий обзор о нашем рынке, то есть мы выступаем таким центром компетенции, естественно, пытаемся быть местом сборки для всех украинцев. Ну, и дальше, я думаю, коллеги отсветят уже ниши стратапов и банков. Да, Павел, спасибо за такой краткий и при этом объемный бриф того, что происходит в Казахстане. Теперь переходим ко взору российского рынка. Передаю слово Татьяне Жарковой, генеральному директору Ассоциации Финтех. Ассоциация Финтех сегодня – это площадка для коммуникации, взаимодействия между государством и бизнесом, на которой рождаются, инициируются, реализовываются самые передовые проекты, в части цифры, в части инноваций. И я думаю, что Татьяна расскажет сейчас о них в том числе. Да, спасибо большое, коллеги. Рада всех приветствовать. Спасибо за приглашение поучаствовать в такой интересной дискуссии. Действительно, я хотела сделать короткий, наверное, introduction ассоциации. Ассоциация Финтех является некоммерческой ассоциацией, некоммерческой организацией, которая работает над инновациями для вопросов цифровизации в целом на финансовом рынке. При этом мы, как вы видите, с учетом наших участников, используем так называемый простоиндустриальный подход, простоиндустриальное взаимодействие между участниками для создания этих самых не тех solutions, скажем так. Используя этот подход, мы работаем над такими проектами, как система быстрых путежей, всем известная уже, цифровой профиль, открытый API и так далее. Совсем недавно совместно с компанией Accenture мы провели исследование, исследование мнения участников рынка относительно развития финансовых технологий на ближайшие три года. И, как вы видите, основные наши участники, участвующие в исследовании, они подчеркнули, что искусственный интеллект является одной из ключевой технологий, которая в ближайшее время серьезно повлияет на развитие финансового рынка. В основное количество наших респондентов в банковском секторе, это порядка 95%, ответили, что они уже либо используют сегодня кодективные технологии на базе искусственного интеллекта, либо находятся на стадии пилотирования. В целом финансовые институты, конечно, как вы видите, используют не только технологии искусственного интеллекта, но и технологии, сопряженные с этой технологией. Это и работа с большими данными, анализом, и роботизация процессов, и машин леоней. При этом, если посмотреть на страховую индустрию, то здесь, конечно, мы видим достаточно большой гэп, и 58% участников говорят о том, что на сегодняшний момент не используют искусственный интеллект как технологию, но при этом отмечают, что в долгосрочной перспективе, в том числе для рынка страхового, эта технология позволит создавать и новые продукты, и, соответственно, новые решения для, скажем так, нового поколения. В целом, можно сказать, что сегодня финансовые институты в основном достаточно успешно используют решения, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, в области кредитования, к представлению кредитов в платежах, в маркетинге, в продажах. Вот, например, если говорить о последних, наверное, в том числе наших участниках, о последних новостях, Альфа-банк совсем недавно запустил кредитование с использованием искусственного интеллекта, которая система, которая позволяет анализировать транзакционные клиентские данные, используя данные из разных источников и проводя, тем самым, некий скоринг для выдачи кредитов. ВТБ использует искусственный интеллект, например, для развития своей сети офисов и банкоматов. Тинькофф создал технологию алгоритма, алгоритмического, скажем так, кэшбэка, который основан на рекомендациях искусственного интеллекта. Ну и в целом, если посмотреть на тренды, где сейчас используется искусственный интеллект, то мы, наверное, можем выделить основные четыре такие области, четыре зоны, где применяется искусственный интеллект на сегодня. В первую очередь, это, конечно, в вопросах оптимизации и контроля процессов. Искусственный интеллект позволяет компаниям строить бизнес-процессы более эффективно, повышать в целом продуктивность. Вторая область очень важная – это развитие клиентского опыта, улучшение клиентского опыта, использование на сегодняшний день так называемых робо-эссистентов или чат-боты, конечно, позволяет установить с клиентом отношения и вовлечь клиента, сделать некий онбординг гораздо быстрее. В условиях конкуренции развивающейся, конечно, это становится, скажем так, задачей из-за масок. Третье направление, где применяется искусственный интеллект, вот уже на примере Альфа-банка, это, конечно, использование в оценке кредитного риска в кредитном скоринге. И мы видим, что и искусственный интеллект, и технологии Machine Learning используются при принятии решения и позволяют существенно сократить отток клиентов и в целом улучшить клиентский опыт при кредитовании. Ну и, конечно, область, о которой коллеги уже тоже упоминали, это область обеспечения безопасности с помощью искусственного интеллекта, позволяет, скажем так, проактивно создавать механизм по обнаружению атак и, соответственно, обеспечивать некую безопасность данных от хакеров. Если говорить про… вернемся к нашему исследованию, и как новое поколение финансовых сервисов связано с развитием искусственного интеллекта, и какие стоят в целом вызовы перед отраслью, и какие могут быть инициативы, обозначенные со стороны участников. Но в первую очередь, если мы говорим о основных условиях для создания и развития рынка финансовых услуг на базе искусственного интеллекта, безусловно, это создание четких правил регулирования и требований по безопасности, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, создание универсальных психологических стандартов по созданию финансовых продуктов с использованием новых технологий, технологий искусственного интеллекта, машин, роботизации, интернета вещей. И, конечно, здесь нельзя не обратить внимание на очень важную задачу по созданию условий по именно развитию финансовых продуктов с помощью новых технологий, безопасных и этических продуктов, этичных, наверное, правильно сказать, этичных продуктов финансовых на базе этих новых технологий. Здесь, конечно, если говорить об основных челленджах, практически 100% наших участников обозначили проблему недостаточности компетенций, технологических компетенций, недостаточность регулирования и нечеткость сегодняшнего регулирования. Ну и, безусловно, недостаток самой качества данных и качества алгоритмов. Мы видим, что рынок в целом озабочен о недостаточностью стандартизации и регулирования, и с этим предлагают следующие инициативы. В первую очередь, это возможно создание единой общей инфраструктуры для развития приложений именно на технологии искусственного интеллекта, создание некого сэндбокса, можно сказать, с доступными инструментами и данными для тестирования. Безусловно, это развитие регулирования и создание стандартов, в том числе в области этики по созданию финансовых сервисов на базе искусственного интеллекта. Подобные инициативы, на самом деле, существуют и в других странах. Мы видим на примере таких стран, как Сингапур, Гонконг, Великобритания, что центральные банки создают отдельные рекомендации по развитию искусственного интеллекта, создают некие требования по развитию именно квалифицированных кадров в этой области, создают некие отдельные индустриальные центры, в том числе создают инфраструктуру, общую единую инфраструктуру для финансового рынка, но и некие рекомендации по применению искусственного интеллекта в риск-менеджменте. Ну и, как говорили сегодня уже коллеги, упоминали об этом, безусловно, Россия движется в этом направлении. Действительно, 26 октября в Москве альянсом искусственного интеллекта и достаточно крупными компаниями был подписан кодекс, кодекс, этический кодекс по использованию искусственного интеллекта. Он определил основные принципы, стандарты, и это достаточно важный шаг с точки зрения развития этой технологии и применения ее на финансовом рынке. Ну и если в целом, конечно, говорить, что такие технологии, как искусственного интеллекта, это, безусловно, круто, но при этом это действительно большая ответственность. Это большая ответственность, и в первую очередь, если мы говорим про использование искусственного интеллекта, сбор данных для финансовых сервисов, очень важно помнить о таких задачах, как управление результатом, как безопасность, как регулирование. Очень важной составляющей является тема дискриминации, которую необходимо обсуждать. И, конечно, будущее регулирование должно адресовывать эти задачи, потому что, конечно, продукты, которые алгоритмы, которые создаются на базе искусственного интеллекта, они должны быть в первую очередь направлены на развитие продукта для наших граждан, и не делать ни в коем случае эти продукты или ухудшать условия сегодняшние для населения. Поэтому на этом я хочу закончить свой доклад, хочу поблагодарить вас за внимание. Мы всегда открыты к операции, и здесь вы видите, в том числе, QR-код, можно скачать наши исследования, посмотреть более детально, что говорят участники развития финансовых технологий на ближайшие три года. Спасибо. Татьяна, спасибо большое. Была проведена огромная аналитическая работа, будет интересно ознакомиться с докладом и почитать его более внимательно. Теперь, коллеги, переходим к дискуссии. Передаю слово Юрию Акаеву, начальник управления процессов и стандартов моделирования машинного обучения ВТБ. Юрий, ВТБ является на сегодняшний день одним из лидеров в части внедрения искусственного интеллекта. Как уже говорила Татьяна, у вас есть кейсы по поиску более оптимальных точек размещения банкоматов с использованием этих технологий. Также вы являетесь идеологом Data Fusion. Можете чуть подробнее рассказать про то, что происходит в самом ВТБ, как вы видите, тренд развития отрасли и перспективы 2022 года? Да, коллеги, приветствую всех. Добрый день, Алексей, спасибо. Я к рекомендации к этой еще добавлю, что зоной моей ответственности является развитие фабрики моделей, потому что на фоне экспоненциального роста запроса бизнеса к использованию искусственного интеллекта нам необходимо определить процесс от зарождения бизнес-идеи и до все-таки вращения уже этого модуля искусственного интеллекта, который обслуживает бизнес-процесс в промышленной эксплуатации. Я бы выделил, пожалуй, в качестве иллюстрации к тому, что, говорит Татьяна, три из четырех тех тенденций и трендов, которые она упомянула. Первое, ну, те, которые мы выделяем и на которых мы фокусируемся на ближайшую перспективу, значит, первая сфера – это скоринг. Надо сказать, что искусственный интеллект в банках – это вещь совершенно не новая, и сейчас принятие кредитных решений скоринговых, оно обслуживается роботами и моделями, без них вообще невозможно формирование портфеля. И тут у нас возникает уже вопрос управления операционным риском, модельным риском, который напрямую связан с тематикой ответственного использования искусственного интеллекта. Нам необходимо, и есть требования регуляторов, нам необходимо настраивать качественный мониторинг моделей, которые принимают эти решения. Проблема в том, что модель формирует портфель, а риски, которые мы принимаем по этому портфелю, срабатывают или не срабатывают, по мере его возревания, то есть через месяц, два, а то и три. Причем риски, которые возревают через 90 дней, это прямые потери банка. И первое из таких тенденций и лучших практик, которые мы сейчас видим и начинаем развивать, это применение MPP-подхода, Model Performance Prediction, когда мы на специальной выборке обучаем специальную мониторинговую модель, то есть искусственный интеллект начинает сам себя контролировать и мониторить и предсказывать возможное ухудшение перформанса. Это что касается такой первой тенденции. Да, вторая тенденция, которую я бы отметил, она касается очень важной истории, это скорее сферы user experience, это всевозможные инвестиционные советники. Без искусственного интеллекта, и это направление мы, кстати, уже тоже активно развиваем, значит, без искусственного интеллекта управление портфелем, мы знаем, что там и в трейдинге уже роботы задают тон, но в данном случае это нам позволяет снизить порог входа частных инвесторов, привлечь их деньги с тем, чтобы они ответственно с управлением, с тем, чтобы они не принимали излишние риски и при своем инвестиции, чтобы они не теряли необоснованно свои деньги. Поэтому персонализированные инвестиционные советники, как для частных клиентов, а, возможно, и для корпоративных, это такая вторая тенденция, которая уже на хайпе, этот хайп будет расти. И последнее, что я бы отметил, это снижение порога входа, потому что, как я уже говорил, порога входа и доступа бизнеса к искусственному интеллекту. Как я уже говорил, у нас идет лавинообразный запрос бизнеса, и в какой-то момент продвинутые специалисты по Data Science, их количество не безграничено. Рынок уже испытывает жесточайшую нехватку. И поэтому, когда мы говорим о простейшей типичной задаче, у нас задача, которую бизнес-аналитик, бизнес-интеллидженс функции, находящиеся уже в самом бизнес-подразделении, мог бы решить, мы хотим дать ему некий пайплайн, визуальный интерфейс, с тем, чтобы он набрал определенные данные в фичер-сторе, значит, это набор фичей, которые могли бы быть использованы для того, чтобы он обучал свою модель, делал собственные прогнозы, и в идеале получал бы модель, выполняющую некие сервисные функции для его подразделения. Я в этой связи еще хотел бы задать вопрос. Следующий вопрос у нас будет Блайхану Аспану, советнику Freedom Finance Bank. Юрий, вас не слышно? У вас, видимо, звук отключился. Да, прошу прощения. Следующий вопрос я хотел бы адресовать, да, коллегам из Казахстана. Смотрите, вот у нас бизнес много говорит о глубокой персонализации до последнего клиента и подходу клиента 360 с точки зрения, 360 градусов с точки зрения предложения продуктов. С другой стороны, когда мы обсуждаем барьеры, у нас идет жесткая дискуссия с юристами, legal по поводу границ, privacy, возможного нарушения privacy и защиты персональных данных и информации о клиенте. Вот мы, у нас не сильно сдвинулись в этом вопросе, честно говоря, вот этот статус-кво сохраняется. А где вот эта граница проходит в Казахстане, как она проходит, да, и какие тенденции, в какую сторону она, скорее всего, сдвинется в ближайшее время? Спасибо. Да, Блайхан, я вас представлю. Freedom Finance Bank сегодня, он специализируется на представлении финансовых услуг населению и малым предприятиям. Можете еще в дополнение к вопросу Юрия рассказать, насколько востребована в вашей работе технология искусственного интеллекта, какие есть удачные кейсы внедрения? И с вашей стороны мы тоже будем ждать вопрос следующему спикеру, поэтому в ходе дискуссии можете тоже произнести. Спасибо большое. Да, наверное, я смогу ответить быстро на вопрос Юрия, потому что у меня есть большой опыт работы на государственной службе, как раз таки мы двигали политику цифровизации в Казахстане и учета персональных данных, то есть непосредственно занимался этими вопросами, буквально ушел там в прошлом году. Поэтому, наверное, быстро скажу, что да, сегодня в Казахстане очень сильно делают упор на защиту персональных данных. Да, если говорить с точки зрения государственного подхода, то есть там приняты отдельные нормы закона для того, чтобы именно государственной компанией есть операторы, то есть дата-оператор, который непосредственно всю необходимую аналитику, которая для государства, то есть он агрегирует, ну и, соответственно, предоставляет его государству. Что же касательно коммерческого сектора, то здесь вся информация, которая становится доступным для любого сектора, то есть коммерческого либо частного банковского сектора, то есть то только лишь разрешение непосредственно согласия самого клиента. И здесь используются, уже не используются подходы письменного, то есть в основном используются именно цифровые методы согласия, то есть это через одноразовый пароль, через доверенный номер телефона, уже в Казахстане используется биометрия, то есть и непосредственно доступ к госсведениям, именно персональным, то сейчас уже запущен сервис государственным, где постоянно, то есть в случае запроса какой-то информации от гражданина, то есть человек должен дать согласие. И в случае чего он, соответственно, это согласие в электронном цифровом виде может отозвать. Отвечая же на второе, Юрий, я надеюсь, что постарался хоть как-то, я так понимаю, время сжато, хоть как-то ответить на вопрос, то есть что касательно основного, второго вопроса, да, как Freedom Finance мы сегодня используем, уже имплементировали элементы искусственного интеллекта, неспространенно один из самых сложных, наверное, банковских продуктов, это выдача цифровой, выдача ипотеки именно в цифровом онлайн формате. То есть мы анализировали рынок, прежде чем как начать, изучали международный опыт, то есть везде используется как и онлайн, и оффлайн. То есть мы же для себя, так как мы банк новый, да, то есть строим именно цифровую историю банка, да, то есть мы выбрали только лишь исключительно онлайн формат и достигли здесь более 90%, и лишь остался лишь один момент оффлайна, то есть это когда на человек все-таки у нас законодатель, у нас что-то не принято, что он должен эту сделку сделать у нотариуса, то есть один момент, все остальное происходит в онлайн формате. Что же касательно искусственного интеллекта, мы его применяем в модели оценки недвижимости. Я не знаю, как во всем постсоветском пространстве, но я думаю, там далеко все не ушли. То есть оценка недвижимости происходит традиционным способом, то есть приходит оценщик, то есть есть лицензируемые у кого-то у нас, это зарегистрированные оценщики, да, то есть они приходят и в течение там, пока он запишется, пока выдаст бумажный отчет, то есть происходит определенный лаг времени. То есть у нас же модель оценки недвижимости, тот, который клиент хочет взять непосредственно в займ, то есть под ипотеку купить, то есть он происходит буквально там за считанные минуты, то есть это каким образом? У нас есть государственная база данных источники, то есть это вся информация о недвижимости, то есть это стало, кстати, я отмечу, это стало благодаря возможным сильному цифровому государству, то есть именно госбазы данных, которые сегодня у нас имеются, и, соответственно, в предоставлении доступа к этим госбазам. То есть мы полностью парсим все данные, выстраиваем искусственный интеллект, да, то есть он нам уже буквально за считанные минуты дает к средней стоимости, да, то есть этой недвижимости, то есть у нас в банке, да, то есть нет уже оценщиков, у нас нет кредитных рисковиков, которые смотрят на это, то есть мы полностью доверяем решению ИИ, то есть от той суммы, которую банк может оценить и выдать на эту, грубо говоря, недвижимость. То есть у нас сегодня, мы используем более 120 предикторов, которые скармливаны в данной системе, и на практике она показала, что мы даже делали такой эксперимент, да, то есть выбрасывали 7 видов объявлений на ту же, на подобные квартиры, да, то есть и оценщик, который не знал об эксперименте, он дал цену завышенную, чем на рынке, основываясь на тех объявлениях, которые висят на крыше и тому подобное. Наша же система это не села, потому что она использует очень большую бигдату, то есть тем самым там разовым каким-то месячным, то есть выбросом объявлений, ее не, ну грубо говоря, не обмануть. Спасибо. Да, Блайхан, спасибо. Будет вопрос следующему спикеру, или мы просто передаем слово? Да, конечно. Я хотел бы задать вопрос следующему спикеру, так же, как Юрий, его загрузить, да, то есть и задать вопрос узкие места в AI-финтеке, да, то есть вот как бы рассказать все-таки, какие все-таки бывают узкие места в использовании AI-финтеке. Хорошо, спасибо. Теперь передаю слово обратно на российскую сторону. У нас Ксения Константинова, сооснователь SWIFT ONE, финтек-стартапа. Мы теперь от уровня банков переходим на уровень стартап-организаций. SWIFT ONE сегодня является системой с биометрической оплатой по лицу и работает на рынке России, но имеет планы по выходу за рубеж. Есть более 100 платящих B2B клиентов и 270 локаций, и более 70 тысяч пользователей. Ксения, расскажите, пожалуйста, как с вашей точки зрения, как с вашей перспективой выглядит рынок финтек в России искусственного интеллекта и какие тренды вы видите? Да, коллеги, приветствую. Так очень скромно представили нас на самом деле по части биометрического платежа. Наверное, это один из таких небольших кусочков нашего бизнеса, которым мы сейчас занимаемся, но основной акцент компании сейчас как раз-таки это использовать искусственный интеллект, помогать малому бизнесу возвращать и удерживать гостей. Это то, чем мы сейчас занимаемся. И оплата, как таковая оплата по биометрии либо оплата по QR-коду является лишь точкой ввода данных в систему. Поэтому я, наверное, не буду много рассказывать про биометрию, потому что, мне кажется, тема так уже всем немножко поднадоела. За последние пару лет мы на каждом углу о ней говорили. Я расскажу про то, как мы сегодня умеем помогать малому бизнесу. Основная проблема заключается в том, что данные, которые используют малый бизнес, первое, они нечистые, потому что, когда происходит транзакция на кассе, клиенту в большинстве случаев приходится как-то себя идентифицировать, диктовать номер телефона, либо показывать какую-то карточку лояльности, либо давать что-то, сканировать из своего валета. Вы, наверное, пробовали все пить кофе, и каждый раз кассир требует что-то предъявить. И вот в этот момент, если я, например, использую карточку своего товарища или кассир, например, хочет использовать в свою пользу систему, можно совершить мошенничество. То есть к какому-то ID платежа прилепить не тот ID лояльности. Вот что мы сделали? Мы объединили оплату с лояльностью в одно действие для клиента, и таким образом дали возможность в систему поставлять чистые данные. И это, наверное, основа. Почему? Потому что вскармливать искусственному интеллекту нужны данные чистые. Собственно, мы научились это делать, убрав из процесса необходимость как-то себя идентифицировать. Система делает это сама во время платежа. Что происходит дальше? Дальше все данные, которые поступают в систему, транзакционные данные, искусственный интеллект начинает категоризировать. Ну, там очень просто делят клиентов по транзакциям, например, на постоянных гостей, которые приходят, допустим, 2-3 раза в неделю, и на всех остальных, которые приходят, например, 2-3 раза в месяц. И когда происходит какое-то нарушение цикла покупок у клиента, система выдает триггер, сигнал. Говорит, что клиент, например, может попасть в зону риска оттока. Например, человек в течение 5-6 недель делал постоянной регулярностью какие-то покупки. Мы сейчас говорим, естественно, про какие-то покупки, которые мы совершаем чаще всего. Например, пьем кофе или же за продуктами в магазин ходим. И система понимает, что человек не купил кофе, не знаю, не купил хлеб, не купил молоко, то есть то, что он обычно покупает в этом магазине либо в этом кафе, хотя он это делал там с периодичностью 2-3 раза в неделю на протяжении предыдущего периода. И в конечном итоге мы понимаем, что клиент либо ушел в отток, либо клиент ушел к конкурентам, ну, либо, может быть, он ушел, уехав в отпуск. Уехав в отпуск проверить очень просто, по геолокации, по тайм-зоне. Соответственно, если он не уехал в отпуск, дальше система смотрит, какие он совершил нарушения по отношению к своим предыдущим действиям. Это может быть либо снижающийся средний чек, либо, например, снижающаяся частота покупок. Синя, извини, пожалуйста, а я могу тебе вернуть к вопросу по поводу все-таки, который задал Аблайхан, по поводу того, какие узкие места ты видишь сейчас в финтехе на отечественном рынке? Есть ли какие-то на эту тему соображения? Ну, наверное, это был ответ в первой части. Это чистота данных. Я как-то быстро перескочила. Ответ заключается в том, что сегодня, даже если вы в «Магните» или в «Пятерочке», или в любом другом крупном ритейлере совершаете покупку, вам нужно себя идентифицировать для того, чтобы система получила чистые данные. То есть ответ на ваш вопрос – это для работы искусственного интеллекта нужны чистые данные. Получить чистые данные очень сложно, если разделить транзакцию на оплату и на идентификацию программы лояльности. Я не знаю, достаточно ли это. Да, Ксения, спасибо. И какой вопрос следующему спикеру? Есть какой-то, чтобы слово передать? Или без вопросов? Наверное, вопросов нет. Мне очень интересен был кейс с ипотекой. Я как раз-таки вчера его слушала у «Фредомфинанса». И, собственно, у меня был кейс по ипотеке, но на него ответил предыдущий спикер. Здорово. Спасибо. Передаю слово тогда казахстанской стороне. Ухат Бастимниев, директор и сооснователь Верегнам. Вереграм, извиняюсь. Это стартап, который специализируется на технологиях компьютерного зрения, искусственного интеллекта и машинного обучения для решения бизнес-задач. Востребованы ли ваши решения на финансовом секторе? Есть ли среди ваших клиентов в банке? И где основной рынок сегодня? Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за слово. Хочу поблагодарить за приглашение Техаб и, в целом, за возможность участия в этом событии. Также ряд принятий участия в этой дискуссии. Хотел только немножко ясность внести по нашему сервису. В целом, все правильно сказано. Детализация только в том, что мы в целом компания, которая строит платформу для обеспечения цифрового доверия между пользователями. То есть мы выбрали совсем недавно свою миссию и вот такой Digital Trust пытаемся строить. Мы оперируем локально в Казахстане. И, соответственно, опыт, которым я буду делиться, он будет касаться того, что мы встречали. Соответственно, небольшие тренды. Я просто хотел также выделить те же самые моменты, которые выделили до меня спикеры предыдущие, Татьяна и Юрий. Значит, что мы видим в целом по части машинного обучения, искусственного интеллекта? То, что FinTech стал больше использовать эти технологии однозначно. И среди наших клиентов, условно, мы работаем в основном с финансовым сектором, телеком-сектором. И мы точно можем сказать, что большое количество использования технологий идет при расчете каких-то кредитных рисков, когда необходимо проанализировать потенциального заемщика и, условно, понять, платежеспособен он, непоспособен, есть ли какие-то там возможные просрочки. Соответственно, и вот очень хорошо с этим работают ребята с департаментов риск-менеджмента. Они очень быстро адаптируются и трансформируют свои процессы. То есть, причем на таком уровне, что наибольшее количество специалистов, которые банк нанимает к себе в команду, как раз-таки приходится на такого рода аналитиков, которые помогают такие кредитные, ну, конвейеры, да, большие кредитные строить, и мы это видим практически повсеместно. Там и у топ-игроков, и у игроков среднего рынка. Поэтому мы считаем, что здесь банки довольно сложно вообще там удивить, потому что они сами тебе очень много, что могут интересного рассказать. Это, наверное, про основные, да, там, практики и кейсы, которые встречаются. По части непосредственно трендов, условно, тоже, да, там, коллеги об этом говорили, наверное, основной тренд, который мы видим не только там в регионе СНГ, но в целом в регионе, ну, наверное, во всем, да, там, и в других странах, это, наверное, количество фродо, который за последние несколько лет, особенно в пандемии, очень сильно увеличился. И ССНГ вообще здесь не исключение. Количество там год к году растет в два раза. Только за этот год уже там зарегистрировано более 20 тысяч уголовных дел. Это то, что удалось зарегистрировать там Министерство внутренних дел. И тренд такой, к сожалению, стабильный. И мы считаем, что сейчас применение ИИ, искусственного интеллекта, машинного обучения в системах предотвращения фродо может действительно помочь с этими кейсами. И мы действительно встречаем большой спрос на такого рода услуги. То есть это концепции, да, KYC, IML. То, что сейчас рынок начинает активнее внедрять. Мы видим даже, что регуляторы начинают в этом направлении работать и требовать, ну, ужесточают законодательство. Поэтому и компания Вереграм тоже двигается в этом направлении. Нам кажется, что таким образом можно строить цифровое доверие. Вот. Это, наверное, об основных трендах. Ну и по части каких-то вопросов, у меня, к сожалению, дали, к счастью, краткая такая презентация. По части, наверное, вопроса следующему спикеру я бы хотел задать такой вопросик. Сейчас из того, что мы видим по части искусственного интеллекта, он, к сожалению, очень такой стрейтфорвард, то есть он не может выносить каких-то суждений. И по сути, по каким-то определенным вещам, искусственному интеллекту требуется какая-то дополнительная помощь, да, в виде конкретного человека. То есть финальное решение принимается за человеком. И мы на самом деле считаем, что это тоже определенный барьер. Вот. Можно услышать мнение следующего спикера на этот счет, что он считает, и есть ли какие-то тренды по изменению этого состояния. Спасибо. Как раз представляю следующего спикера Дмитрия Маркова. Дмитрий – генеральный директор компании Vision Labs. Vision Labs – это один из самых значимых игроков из топ-3 значимых игроков биометрического рынка, вообще, наверное, всего мира. Регулярно признается лидером в НЕСТЕ. И мы гордимся этой компанией, без ложной скромности скажу. Вот. И продукты Vision Labs используются более чем в 35 странах мира. Дмитрий, тогда вам слово, тоже вкратце просьба обозначить, как с вашей перспективы выглядит рынок финтеха и искусственного интеллекта, также ответить на вопрос УХАТа. Да. Алексей, спасибо большое. Я надеюсь, меня слышно. Да, отлично. Во-первых, большое спасибо за приглашение. Очень интересное мероприятие, очень интересные взгляды. Я на вопрос немножко позже отвечу, потому что мы занимаемся… У нас есть узкая специализация. Мы занимаемся компьютерным зрением. Мы занимаемся… Ну, мы известны благодаря системе распознавания лиц. И поэтому, отличая… Исходя из нашего опыта и из нашей технологии на вопрос, который был задан, он, конечно, ответ очень простой. Все, что касается системы распознавания лиц, здесь человек не участвует. Искусственный интеллект принимает решения фактически самостоятельно. Эти проекты очень хорошо известны, которые мы сделали. Мы на самом деле, хоть и представляем российскую сторону, но как-то для меня это режет слух, потому что мы много проектов сделали в Казахстане. Поэтому давайте будем где-то посередине между Россией и Казахстаном на сегодняшнем мероприятии. Вот. Что мы сейчас видим? Основные тренды действительно правильно. Пандемия внесла свои коррективы. Чтобы получать новых клиентов, банкам пришлось пойти навстречу им. И поэтому фактически вот эта работа в цифровом канале скачивания приложения и фактически такой цифровой имбординг клиента – это такой тренд. Мы сделали несколько таких проектов. Не только на территории СНГ за рубежом. Мы знаем, что это первый тренд, который сейчас есть. Второй тренд, который мы знаем, это тренд про фрод. Вот. Что сейчас очень большая заинтересованность есть у банков, когда происходит некоторая операция, которая является критической. Например, перевод какой-то очень большой суммы денег. Или, например, смена счета, в общем, связанная с какой-то очень чувствительной вещью для клиента. Всегда происходит история, что клиент подтверждает, что именно он эту операцию осуществляет. Например, с помощью Face Recognition или с помощью голосовой аутентификации. Это второй тренд. И третий тренд – это вот где-то посерединке, между тем, что я говорил и о чем говорила Ксения. Это всеобщий тренд на платеж лицом. Мы знаем, московский проект в метро Москвы сейчас использует система, которая позволяет воспользоваться в метро, не доставая никаких карточек, просто проходя по лицу. Мы знаем этот тренд в ритейле сейчас, и банки на самом деле являются одним из самых активных игроков, потому что биометрический эквайринг является сервисом в целом скорее банка, чем самого ритейлера. Вот три вещи, про которые я хотел сказать. И четвертая вещь, отвечая на вопрос, я уже сказал, что с точки зрения нашей технологии, как правило, мы видим, что люди практически не участвуют. Если только служба безопасности банка не поймала какого-то злоумышленника, тогда там действительно создается какой-то аларм, и тогда другие люди вступают в работу. Ну а в целом, наверное, все же ведь зависит от критической, и это такое понятие, как модель угроз. Если угроза очень критическая, если влияние на клиента очень большое, то тогда, наверное, без человека не обойтись. Мне кажется, для всех, с учетом развития нынешних технологий, это будет правильным решением. В целом, наверное, у меня все во время я уложился. Большое вам спасибо, очень интересно. Спасибо большое. Да, Дмитрий, спасибо. Коллеги, поскольку мы уже немножко приближаемся к таймингу дискуссии, я предлагаю последним двум спикерам в экспресс-формате выступить, а именно дополнить недостающую дискуссию, что еще не прозвучало, на ваш взгляд, а также отметить то, что вы бы считали важным сказать еще. Во-первых, представляю доктора Хусейна Атакана Варола, это директор Института умных систем и искусственного интеллекта при Университете Назарбаева, и после него Артем Малков, генеральный директор Data Monsters. Вот, коллеги, можно вас попросить близ в формате, может быть, как-то подытожить дискуссию, прокомментировать, что интересного прозвучало, или, может быть, что еще вы, коллеги, не отметили? Да. Спасибо. Я буду говорить с совершенно другой точки зрения. Я хотел бы поговорить о таком вопросе, как объяснимость. Финансовые услуги здесь очень важно обеспечивать объясняемость, и это большая проблема в ИИ, потому что в ИИ используются миллиарды параметров, и человеческий мозг не может понять все системы, которые происходят при анализе с использованием ИИ. Поэтому объясняемость – это проблема. Но мы провели исследование и увидели, что в большинстве случаев результаты показывают, что есть модели, которые могут быть понятны только очень продвинутым ученым. Поэтому нужно скорее повышать такой параметр, как надежность, но необъясняемость. И искусственный интеллект. Нужно объяснять людям, что обычно ИИ принимает правильное решение. Если же есть какая-то ошибка, то проводится дальнейший анализ. И здесь вторая проблема, которую я вижу в ИИ. Есть только два метода изменения работы нейронных сетей. То есть мы либо используем гиперпараметры, то есть топологию сетей или параметры обучения, или же мы можем обучать на новых данных, и нужно постоянно давать новые кейсы, новые данные, новые примеры. Таким образом, я вижу здесь большие возможности. Мы можем использовать синтетические данные в таком случае, например, в случаях предотвращения фрода, мошенничества. И такие новые синтетические данные могут использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта. И будет замечательно, если какая-нибудь компания научится обрабатывать информацию по кредитным картам клиентов и в итоге создавать модели, которые будут генерировать синтетические данные, которые не содержат в себе конфиденциальные данные. И еще интересно, о чем мы сегодня не говорили, это обработка естественного языка. Эти технологии должны использоваться колл-центрами, могут более обширно использоваться сейчас колл-центрами. Благодаря автоматизации мы можем увидеть внедрение новых робо-сотрудников в организациях. И если мы продолжим исследования на таких языках, как китайский, например, по казахскому языку, нужно проводить дополнительные исследования, создавать дополнительные открытые источники для того, чтобы больше компаний могли пользоваться этими источниками для создания моделей и обучения и далее. Спасибо. Да, добрый день. Буду по-русски говорить и довольно быстро. Я занимаюсь искусственным интеллектом уже 20 лет. Из них 15 лет на международном рынке. Мы начали работать с американскими компаниями в 2008 году. И сейчас являемся элитным партнером NVIDIA. Используем как раз их последние карточки для self-supervised learning, то есть как раз в попытке сделать автономный AI, уменьшить количество людского труда, который огромный на самом деле, потому что клиенты часто думают, что искусственный интеллект, что он сам все решит. Очень много человеческого труда нужно. Подготовки данных, очистки, разметки, обучение, корнер-кейсах и так далее. Это все, к сожалению, я не буду говорить про кейсы, про них сказали, про NLP сказали. Мне остаться, наверное, про менеджмент сказать, потому что проблема, которую мы видим, как компания, которая 15 лет работает, которая видит, что происходит за рубежом, которая видит, что творится в России. Мы работали, наверное, со всеми банками российскими. Там, с ВТБ работаем. В Сбербанке я три года уже преподаю искусственный интеллект для топ-менеджеров и для менеджеров. То есть я вижу, что проблема в квалифицированных заказчиках тоже. Я об этом скажу, что необходимо не только готовить дат-сиентистов, но и solution-архитекторов и менеджеров, которые умеют управлять этими проектами. Это не стандартный IT-проект. Если у нас ошибка в стандартном IT-проекте, это баг, который можно поправить за неделю. Если у нас ошибка в AI, это может быть три года research. Это inaccuracy is not a bug. То есть неточность алгоритма не всегда является ошибкой software. Это может быть именно проблема с комбинаторной сложностью, с качеством данных. К сожалению, менеджеры это не понимают. У нас очень плохо с критериями приемки, acceptance criteria. Менеджеры не понимают, работает система или нет. Нет, если две-три ошибки, то, значит, все, система не работает, все надо переделывать. Для банков нужна очень высокая точность. Это точность на уровне 95 плюс процентов, 99 процентов. В некоторых задачах точность 80 процентов – это state of the art. То есть 80 процентов – это каждый пятый кейс у нас попадает с ошибкой. И менеджер, который такой проект ведет, он не понимает, что происходит. Он думает, что, не знаю, scientists неправы, там что-то сломали, программисты неправы, и проекты совершенно неуправляемы становятся. То есть мы больше 150 проектов реализовали, не только в России, в основном у нас международные проекты. Это очень большая проблема. Ну, вот Сбербанк решает это обучением своих менеджеров. Я там преподаю, как киноспикер, как раз открываю, что такое AI for managers. Хотя я сам scientist, но последние 15 лет привеляют меня к мысли, что очень важно для того, чтобы у нас были масштабируемые истории. Именно создание правильной культуры, research. Если раньше это было только в академии, в академических институтах, сейчас каждая компания, конкурентоспособная, должна уметь делать свой собственный такой небольшой институт и уметь этим эффективно управлять. Спасибо большое. Да, спасибо, Артем. Мне кажется, у нас сегодня получилась очень содержательная дискуссия с разными точками зрения, от разных участников. Я думаю, что будет масса пищи для размышлений, в том числе аналитические отчеты. И финальное слово я хотел бы передать Джеймсу Мартину, директора по инвестициям Международного финансового центра «Астана». Джеймс, можно вас попросить как-то прорезюмировать сегодняшнюю дискуссию, а также, может быть, сказать, что коллеги еще не успели сказать или дополнить их? Большое спасибо за эту интересную дискуссию. Я работал также в Business Connect раньше, и я представлял одну из больших организаций для огромного региона, Ближнего Востока и Африки. Итак, замечательно, что вы высказывали самые разные точки зрения, однако, мне кажется, что не на все вопросы мы ответили. Хорошо сказать, что если люди, да, принимают решения на основании данных на АИ, но очень важно, чтобы было правильное количество данных, которые загружалось в систему, и в этом пока что проблема. Да, когда мы говорили, Хусейн говорил о вот этих теоретических вопросах, о том, о качестве данных, которые используются в коде, о том, о какие люди работают над этими разработками, о талантах. Если мы говорим о будущем развитии, основной вопрос от ВТБ был сегодня задан. Да, у нас есть проблема с данных, у нас есть данные по Западной Европе, по Восточной Европе, но, возможно, у нас нет данных как бы глобальных. Если у нас изначально данные вводятся неверные, не совсем объективные, то и результат будет не очень верный и объективный. Поэтому нужно продолжить обсуждать этику. Если эти предложения используются за пределами финтеха, например, в сфере военно-вооруженных сил, там решения принимаются иначе. То есть если то же самое выводится в другой сектор, тут сразу меняются алгоритмы, это очень важно понимать. Ассистенты, робо-ассистенты в финансовом мире, например, это очень важный компонент. Они не должны быть... То есть раньше мы работали с конкретным советником, который вручную все решал, а сейчас мы переходим к робо-советникам. Это очень большое изменение парадигмы получается. Мы должны больше надеяться на работу программистов, потому что теперь уже не конкретный советник, финансовый советник решает, а программисты, которые закладывают все эти модели. Итак, я надеюсь, что мы продолжим эту дискуссию. Я бы посоветовал вам следующее. Давайте перейдем на следующий уровень в нашей дискуссии. Как мы будем принимать решения по этике? Как мы убедимся, что у нас правильная выборка? И как мы можем убедиться, что программисты закладывают правильные модели и правильный набор людей работают над этими проблемами? Я благодарю Всемирно-экономический форум и Международный альянс, Международных финансовых центров и Центральной промышленной революции. Благодарю всех, кто сегодня нас слушал. Это замечательная возможность было обсудить эти темы. К сожалению, времени у нас недостаточно. Можно было бы еще очень многое обсудить, но надеюсь, что у нас еще будут другие возможности поговорить с представителем Казахстана и Москвы. И мы продолжим нашу дискуссию, потому что то, о чем мы сегодня говорили, это все очень важно для развивающихся рынков. Мне кажется, получилось много пищи для размышлений. Мы увидели какие-то точки коллаборации. И надеемся, что международное сотрудничество России и стран СНГ будет только расширяться по цифровой повестке и не только. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok